Исключительно положительные эмоции обещают детям, а также их родителям, организаторы новогоднего шоу «Алладин и повелитель огня». И это не мультфильм? Нет. В новогодние праздники зрителям замерзнуть не дадут. Гости «Алладин» окажутся в чарующем мире солнечного Востока, побывают на улочках Старого Стамбула и отправятся в жаркое путешествие на ковре самолёте. Одно из самых амбициозных задумок «Алладина» было пригласить в сказку «Повелители огня». Создатели шоу соединили несовместимое – лёд и пламя. Мы думали, а как же это произойдёт, а каким образом. Мы придумали специальную обувь для людей, которые выходят на лёд. У нас отрицательный персонаж, у него специальные коньки, которые излучают огонь. Артистам огненного жанра нужно было научиться крепко стоять на льду, освоить работу с уникальными декорациями и придумать несколько новых горячих номеров. Клюки круговые, это они будут синхронные, и добиться такой синхронности с таким количеством огня, которое будет представлено здесь, это уникально. Без новогодних чудес не обойдётся. «Алладин» будет парить в воздухе, а всемогущий Джин на глазах зрителей исполнит все его желания. Кстати, сказочная лампа этого шоу была найдена в одной из лавок главного базара в Стамбуле. И, как уверял продавец, в ней действительно живёт волшебник. Антон Макарский, он трёт эту лампу уже, наверное, вторую неделю. Вот сейчас, да, время подходит уже, через полчаса... Пока Джин не появляется. Наверное, ближе к Новому году, да? У нас уже целый список есть к нему желаний. Одно из желаний Антона Макарского уже сбылось. Он подарил голос любимому сказочному герою – Аладину. «Знаешь, что ответил ты» Создать иллюзию восточного волшебства удалось благодаря гигантским живым декорациям и фантастическим костюмам, на которые ушло больше трёх килограммов блёсток и страз. Одежда для балета на льду – это отдельная история. Если хорошему танцору, как говорится, ничего не мешает, то фигуристу может помешать абсолютно всё. Неправильно приклеенные стразы, длинные платья могут испортить эффектный трюк. По стандартам головные уборы фигуристов не должны быть тяжелее 400 граммов. Эта шапка, несмотря на то, что очень большая, она очень лёгкая. За кулисами происходит особое волшебство. Художники по костюмам колдуют над образами даже во время представления. С их лёгкой руки фигуристы перевоплощаются в торговцев на базаре, восточных красавиц, заговорщиков и бородатых волшебников. Приготовляем джина, потому что он имел свои усы, но это тяжёлые усы. Он потеет, отпадают эти усы. Теперь мы меряем профессиональные усы. Джин превращается в настоящий источник веселья, шуток и чудес. Вместе со сказочными героями он пригласит в путешествие в страну детства, где каждое мгновение наполнено добротой, светлыми эмоциями и волшебством.